Всем привет дорогие друзья, с вами я Антон Чейз и в общем я насмотрелся Финиты и тоже решил записать карьеру за Мадридский Реал Если вы так подумали, то нет Я просто решил поиграть в Футбол Менеджер 2015 Почему именно в эту часть, спросите вы, ну я вам отвечу Но чуть позже Ну собственно чуть позже наступило Я хочу сравнить игровой движок Есть ли реальный прогресс за эти 5 лет в нашей любимой игре F Итак, FM 2015 Я посмотрел в стиме и у меня наиграно в него целых 8 часов Да, это конечно совсем не густо, потому что в остальные части FM там в сотни раз больше Но я помню почему это так было Потому что после 14 FM резко, кардинально, самосудно поменялся интерфейс Он стал мне очень неудобным Я долго привыкал, ровно год и уже с 16 FM вновь начал рубиться очень-очень много И у меня, если вы помните, если вы прям очень-очень олд моего канала Была карьера за Краснодар в FM 15 И там меня удивляло то, что по первым матчам в этой карьере У меня в каждом матче было 30 ударов У компа 1, а счет был типа 1-0, 0-0 И это было странно В общем, давайте-ка посмотрим, что же это было Совпадение или реально движок FM далек от идеала Я выбрал мадридский реал, это в принципе не важно Мне нужно было просто взять сильную команду и сыграть какой-нибудь товарищеский матч против слабой команды У нас как раз какая-то товарка, предсезонка против команды Барон Мюнхгаузен Ооо, мои глаза, даже очки не помогают Теперь вы понимаете, о чем я говорил про интерфейс Это как будто не интерфейс, а кубики Лего Ну, кстати, ребят, дайте даже на паузу поставлю Поразглядываю газончик Газончик весьма симпатичный И вообще картинка смотрится, ну, неплохо Типа, да? Нет? Как вам? Но намного интереснее, как двигаются футболисты И наши любимые выходы один на один играем на расширенных Поэтому должно быть много моментов Возможно, сейчас будет первый из них Касси вообще, блин, ну, как-то Блин, этот графон мне нравится даже больше, чем то, что я вижу сейчас в FM20 Ну, серьезно Какой-то Варан суперхудой Ему бы слендер... Вы просто гляньте на Варана Ему бы реально слендермена играть Остальные модельки более-менее так Иско Почему-то под девятым номером Бьет и бьет довольно плохо Камера довольно прикольная Что за камера? Погодите, эта камера Режиссер Почему-то В двадцатке она не такая удобная Или, может, мне просто кажется Просто, может быть, меня FM20 Настолько замучил на стримах Что я уже Ко всему придираюсь И готов Любую другую часть игры нахваливать Так Как приколь Сейчас вальяжно Карвахаль так мяч выбил Вы это видели? Такой, типа, эх, как кошка подняла лапу Чтобы полизать себя Так Блин, не... Так, смотрите, комбинации, удары, блокировочки Блин, пока что все это неплохо Ну вот, выход один на один Смотрим Ну, блестяще, а? 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 Пока что один из одного В FM20, напоминаю Забивается один Выход один на один Блин, слишком много цифр один Короче, один из ста Примерно забивается в FM20 Окей Реально, как-то анимации игроков Все смотрится довольно приятно Но это, конечно, может быть обманчиво Чтобы полностью Эм... Так сказать, прохавать Движок FM Нужно сыграть Как минимум, там, полсезончика, да? Каждый матч смотреть Я этим заниматься не собираюсь Просто такой вот один матч Криштиан убьет Ну, знаете, для нынешнего Роналду Это даже хороший удар Мне кажется, слишком много дальних ударов И почти все из них улетают вообще в небеса Так, а здесь есть кнопка постараться? Погодите, мои люб... Так Не понял А, так Как? Как? Не Это худшая часть в истории Тут нет кнопки постараться Ну, не знаю, давайте Сосредоточимся, возможно Может, это сработает Вот это реализм Это я понимаю Вот это я, конечно, да Так, ну, на его позицию выйдет Кто, 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 кто Да пофиг, на самом деле Хамес Блин, графон настолько детализованный Что я даже вижу Надписи на бутылках Этих вот Которые около скамейки запасных Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Возможно, это просто такой удачно сложившийся матч. Кристанбас. Который как-то больше на Федерико Вальвердо. Ну-ка, будет прострел? Ну, так тоже не... Смотрите, это... Роналду бы пробил, да. Хотя это тоже такой полудар, полупрострел был на самом деле. Хидира. Рональду. Какие он там интересные финты закладывает. Кунцентран. И все, пожалуй, что все. Бензима. Что же он сделает? Пас. Даст пас? Ну, не совсем тот пас, который я думал. Ну, как бы логично было бы там накинуть в серединку. Но смотрите, они комбинируют. Они реально комбинируют. Они как-то стараются что-то делать, что-то выдумывают. Да, ударов довольно много. Экипер какой-то непробиваемый. Головой, кстати, довольно хорошо играют. Опять-таки, эти тюлени прыжки. И так далее. Очень сильно раздражают. Какой-то странный гол мы забиваем. Курьезные, сказал бы. Как-то второй тайм, конечно, менее зрелищный. Но вот, может быть, сейчас Пепе Карлахаль пас назад. Ну, смотрите, пока что даже привозов не было. Этих вот типичных ФМовских. Когда защитник просто стоит на месте и его обводят. Возможно, возможно, ФМ тоже фиксили этот 15-й. Скорее всего, фиксили, да? И не раз. И когда я в него играл на тот момент, он был ужасен, да? И вот его починили. И вот он такой весьма, весьма приятный пока что. Я даже вижу грязь на их трусах. Если, конечно, грязь. А не другая субстанция. Так, Бензима обвел. Или что он тут пытается сделать? Ну, такой удар непонятный. Удары какие-то слабые. Вот, серьезно. Это, конечно, смотрится странно. Ну, нападающий класса Бензима с такой позиции просто лупил бы. А не тут просто какой-то подарок. На, держи жабу. Ну да, статистика матча, конечно, о чем я и говорил в начале. То есть, ну, я сомневаюсь, что на воротах Аберхаузена стоит Лев, Иванович, Ибн, Оливер Кан. Потому что, ну, столько сейвов сделать, да? Ну, а причину мы видели. Потому что они очень слабо и бьют прямо во вратаря. То есть, не по углам. Это, конечно, минус. Ну, а так, в принципе, я думал, что будет хуже. Короче, если это видео нормально зайдет, наберет кучу лайков, хотя бы 15, то я отправлюсь еще на 5 лет в прошлое и заоценим движок FM 2010. А-а-а. Давайте. До скорых встреч.